посмотри на нас моряки застрявшие в море между берегами жизни и смерти добей меня попутай берега освобождаю как просили да ладно голову 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 нет он по-прежнему кольщик вот так вот смотришь перпетус play меня зовут саша играем в средиземье тени войны сегодня дружественное завоевание поэтому головы будут лететь одна за другой и никто из орков за рулон не будет не надо этому удивляться естественно это дружественное завоевание как и череда дружественных завоеваний до него посвящается всем людям которые не поддались на эту читерскую панику и не юзают читерских орков это мой личный вам ребят респект в лицах так скажем а вот одна маленькая ремарочка в игре нет кроссплатформы поэтому часть ников которые мне люди писали и продолжают писать она в принципе у меня не находится до бывают глюки средиземья в игрушке бывает так что и на пк игрока очень сложно найти почему-то хотя 10 раз проверен ник и уточнен но все равно но все же чаще всего я сталкиваюсь с тем что не могу найти человека который играет на консоли неважно на какой рост платформы нет поэтому крепость я не найду никаким образом как бы я не старался как бы ты этого не хотел как бы мы оба этого не хотели увы это не мой косяк в общем смотри значит пойдем мы двумя ребятами чтобы во-первых точки захватывать побыстрее а во-вторых чтобы пободрее было один из них хорошо тебе знакомый опасный да а еще один из них свеженький злой я решил ну почему бы нет не то чтобы он супер классный и прям создан для завоевания не 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 просто ну почему бы и нет он норм да то есть есть у него конечно минусы один конкретно да не то больше там чем один но все же сгодится а вот тех орчиков которые здесь на вышках стоят можно глянуть если вдруг так станется я до них не доберусь например потому что опасных убьет кого-нибудь шивы дайте свету сюда срочно свет кривой вот таких парней конечно больше всего ценю на арене они прям классно сражаются но тут кстати вот удивил от шивы конкретно меня тем что у него топорики то отравленные не огненные и при этом не проклятые огонь это красиво и его и поэтому юзают проклятие это эффективно и его поэтому юзают с ядом все меньше ну на мой взгляд мне так кажется по крайней мере вот такой хороший парень вшивый прям хороший берсерк вождь обжора этот дядя уже с счетом прям не менее хорош по нём видно да ну видно что его искали что он здесь не случайно оказался это очень радует на самом деле я же говорю это мой личный респект дань уважение тем людям которые реально в бухали время к сожалению разработчики так сделали что здесь есть ты не бухаешь до хрена времени то ни хрена у тебя нормальных орков здесь не будет ну как нормальных качественных вот но такое дело мертвец берсерк естественно возможно даже некромант да красавчик вообще обязательно постараюсь не допустить чтобы он умер не сказав ничего стали но ничего личного такого нибудь такое запоминающиеся от него ждешь потому что он не стандартная личность вот этот дядька меня удивил почему он здесь стоит и к его знает выбивается но почему бы и нет судя по перкам да но судя по классу ну для разнообразия может быть согласен хорошо полный псих полный вперед полный псих естественно он тоже четкий арчина вот его бы на арену конечно да магия морда расскажет куда ты это кпп отправляешь а ну что там на в первом же поединке у меня загнется я что такого там выставлю и речь вовсе не о читерах потому что очень часто люди думают и меня это вообще расстраивает критически что каким-то образом люди думают что это магия мордора направляет читерских орков туда или сюда и магия мордора читерским оркам ничего вообще близко даже не имеет никак не связано но это потому что я знаю почему очевидно скорее всего кстати тоже очень хороший дядя очень что некоторые люди типа знаешь смирились я прекрасно понимаю что ну как-то звучит но я не раз слышал из разряда так ну там все такие я думал это норм имеется ввиду воевать и вообще вербовать читерских орков а понятное дело если человек подключился к игре ну допустим так случилось к примеру вот годик назад до или там полгодника назад или сейчас естественно он заходит на сетевые завоевания его там дрюкают всего обычными орками он видит какими именно орками его дрюкают вербует их себе и даже не знает что он читер ну как не знает я думаю догадывается но не хочет в это верить или не обращает внимание ну что-то одно из двух сожалению и классика жанра любимец публики красавец мужчина укбук щит уж ну он конечно же классический да классический уж даже уязвимый для огня прям вот знаешь такой именно родной любимый мой родной убук щит вот поехали обязательно попробуем поговорить с каждым лично именно поэтому идем и в сокращенном составе вот а не идем в одно рыло потому что очень сука долго ждать пока захватывается каждая то мать ее гребанная точка ну и конечно же ковырять орков которые приспосабливаются к единственной своей какой-то фигне но тоже конечно долго хотя глефа на самом деле пробивает чаще всего не чаще всего всегда всех так что но точки захватываются пипец особенно когда еще надо отбиваться от этой обычной мелюзги она набегает и вот это вот все . не захватывается но в общем такое динамика летит трубу опять же если ты хочешь чтобы твоя крепость была захвачена и у тебя прям такая монументальная шикарная крепость вот и пол аналога это я имею ввиду по перкам обязательно напиши свой ник в комментариях но имею ввиду если играешь на консоли а также я судя по всему чувствую что надо будет час опять запускать нападение нет 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 магия морда она так она готовила она готовила там была такая небольшая интерлюдика музыкальная пауза и такая ну ладно давай даже парней не увела надо же моих ребят захватчиков моих вышибает двери а ты ган давай вот туда же прибежал рогатый и злой порт что нет не берет но я понимаю что там дракон все дела но мы будем стараться нет уже начал откровенно какие-то косяки расхерачивать вот нормально же отлично сейчас и дракона задавим даже души его души чему граук вот был аж когда-то не но это это уже вообще что это такое блин ты чё тут чарли чаблина включил была же когда-то какая-то анимация как граук загибает бараний рог этого дракона я не помню правда как это сделано а подожди он нас тут один но не на всех точках так нихрена себе сукины дети вы что такое делаете разбрились все поговорим эй как-то без шансов давай поговорим в чем дело боишься драться в чем бой в честном бою ну как там в этой было я не трус но нахрен надо вообще вообще я конечно понимаю героические вот эти вот прибамбасы примочки да это все очень здорово но на деле на практике это сука такой тупизм а где еще один мой орг а вот он такой тупизм когда военачальник которого слушается вся армия и который знает что без него эта армия будет мягко говоря не так качественно сражаться и который ломится в первом же ряду и сука получает естественно смертельную рану первые же минуты боя но это просто знаешь вот если брать кино лучше уж не заканчивающиеся пули в обойме уж честное слово лучше уж это о магия мордора чем вот такие примочки потому что смотришь и думаешь ну да понятное дело у военачальника активировано бессмертие о извини я уже начал вас путать а вот сразу видно да что ладно побежали на ту точку потому что я там чувствую не поздороваясь с ребятами а я же и с этим даже не поздоровался или поздоровался эй дядька и уязвима ладно побежали на ту потому что хотя нет они там вообще как будто бы не играли а что это такое ребята я не понял вы чё не стараетесь мы его не убивают он их тоже на подожди да да вот включишь аптечку они сразу наказывать за это черти хотели чтобы злой сдох давай поздоровался давай разок полный псих полный период вот и где долго же я ждала три минуты сколько нет конкретно время сколько и будем тратить времени и так долго ждал ребята вы чё смысле справочники реплик вы даже не удосужились страницу перевернуть когда выбирали себе реплику каждый вы чё это что это какая-то херня так у нас тут есть клиент которому мы будем рубить голову я надеюсь 1 блин но я так не играющая же все же будет очищение о нет отлично я его поймал там сзади его рогатый злой орк я лишь один из многих солдат великой армии ну я думаю армия не пострадает из-за смерти всего лишь одного солдата но голову не отрубили зря оттали он не люблю когда ты так делаешь по одну за другой косит а то думает та закалюка я его инопланетяне украли от труп орка обратно а давно не было не летала здесь тарелок очень давно прям очень-очень давно давай так вот а видимо сказывается вот это вот кловерфилд да что такое а нет нет это сейчас это кино как они там ноу 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 тоже про эту пролетящую тарелку вот посмотрел кому понравилось я хер знает потому что не удалось одолеть меня а я ведь всего лишь ученик если доберешься до правителя когда сразиться с учителем как-то не удалось ты чё блин во первых таллин какого хера ты колешь а во вторых ни хрена себе не удалось видишь огонь устраняет почти все преграды и одна из них ты ну было бы эффектнее если бы он мысли вы выключили свет а было бы эффект мне если бы он так и и ты 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 постоянно указывая на талиона просто потому что да откуда они знают сколько там личностей то он килибримбор то ли он талион то ли он хер знает кто вообще то ли он назгул то ли он то ли он что с ним вообще кто он с кем я разговариваю просто арк нормальный уважающий себя арк хочет разобраться с кем я вообще сейчас общаюсь а кто там у руля у рулевает тебя не берет я до рубим ребят рубим мы его поймали бум дайте я его еще немножко поместить хоть ну кто не страховал кто не страховал да оба не страховали что опасный 100 злой ну правильно а так он имеет ввиду что он опасен для меня но для талиона да да один опасный а другой на талиона злой они не опасны для орков и не злые на орков а дожди час я тебя час тебя сейчас секундочку там же чуть-чуть ты еще жизнь себе полни тут еще аптечки бегают везде вертится да подожди ты а смотри шваброй загребает и как а сука мы отрубим те головы или нет я думаю да яс насадил его на меч а теперь убив меня ты просто еще больше разозлишь правителя он заставит тебя помучиться может быть так ты делаешь скольщик блин на зло мне это делай стали за херня серьезно сука серьезно твою мать и вот и ты все-таки знаешь да ты даешь понять что ты знаешь как это делается но просто типа не хочешь вчера нет я выжму из него обезглавливание какого-нибудь орка это же это же талион это же главный декапитатор сия мордора а тут на свободная дыра это типа прибегаешь думаешь вроде все дырки были заняты они же в одно сбежались точно они туда сбежались то такое в общем тот случай когда ты ожидал совсем не таку не такого расклада на что напоминает на что напоминает недавно меня спрашивают саш 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 новый хищник вышел видел я говорю сейчас не про нового хищника в игре про хищников я туда не заглядывал с прошлого декабря потому что очень больно было когда заглядывал в декабре решил больше себя так не баловать речь о фильме я так думаю новый хищник нет кино про хищника новое не видел про индейцев видел алион ты че издеваешься о класс про индейцы видел про хищника не видел сожалению а может здесь заберемся нет про собаку еще видел вот про медведя но это все одно и то же кино а про хищника нет нет я даже видел кино где прям в зрительном зале во время просмотра чингач гук так надо поговорить с ним да давай спляшем танец смерти как и подобает мертвецам от сук знает к с кем они дела чё же вы к нему не шли то расспрашивать насчет алиона он четко понимает кто тут мертвец кто тут талион и кто тут нас был убиваем его так вот о чем это я а на про хищника так вот я смотрел кино которое вот в зрительном зале сидел один большой змей да он же чин гач гук если кто не знал и вот в одном моменте не не тогда когда индейская девушка сражалась с инопланетной сука не пойми какой махиной для убийства не и не нет нет а тогда когда она в одно лицо не убила нет не убила деклассировала уничтожила толпу обычных мужиков до собака была очень рада потому что она в это время была спасена в этот момент но чин гач гук расплакался и ушел со слезами на глазах из зрительного зала это просто факт да вообще я думаю когда снимали это кино кстати а где мои парни а ну понятно и встал вообще вопрос а чё будем снимать потому что большие боссы из киностудии пришли играет смотрите есть деньги хотим кино про хищника на хищника не хватает тут на хищника не хватает а большие дяди час секундочку посмотри на нас моряки застрявшие в море между берегами жизни и смерти добей меня попутай берега освобождаю как просили да ладно голову 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 нет он по-прежнему кольщик на так вот большие боссы горят а на хищника не хватает на она что хватает а им так но на что хватает на что хватает на индейцев на индейцев самый раз самая сука то даже на парней с мушкетами хватит чуть-чуть но хватит большие боссы так ну и хотелось хищника надо что надо на хотелось бы что такое вот вот такое а на собаку хватит и на дело так повертели повертели деньги в руках и думают но если в принципе если если одного индейца прям в самом начале убить вроде как главного ну на самом деле главное просто перепишем сценарий а на собаку хватает нормально большие боссы уже нормально так думают ничего себе так это ж круть она понятно у нас надо шкальливых этих хотят паскать сейчас мы сделаемся согласен вот горят так на собаку хватает надо здорово это здорово еще одна пантомима молодец а на медведя хватает эти подумали подумали говорят ну если устроить резню сам начале или хотя бы ближе чуть чуть ближе к середине хватает и на медведя то делаем все сука делаем индейцы собака и медведь что еще надо ну серьезно что еще надо ну понятное дело там напишем что фильм про хищника конечно не серьезно вот я именно так как отношусь к этому фильму про индейцев получил шикарный фильм про собаку просто чума вообще а не фильм знаешь почему потому что собака в конце выжила топтышка а ты какой-то неправильный ты за мной постоянно бегаешь вы обычно вообще сваливаете ни хрена всякая преданность видимо решил мне не расстраивать а я бегу тут куча зомби орков на пути а может поговорим а давай поговорим ах ты ванючий тар за такое я убиваю за какое за какое нет за удар из-под тишка вот за такой вот с грауга абсолютно нечестный так называемый сакер панч ты не убиваешь а за казнь в лоб убиваешь серьезно две казни ему вне очереди я говорю две казни вне очереди опять насажены на меч и это значит ну вот теперь правитель придется за меня мстить ну я хотя бы буду мертв я не услышу его воплей на этот счет а задолбается правитель и принципиально талион ты сука уже на принцип пошел где отрубленная голова хоть одна я не понимаю это что будет я не знаю если он даже в шиуму башку не отрубит и не сбросит ее с подоконника это что такое это вообще каким образом пукбуку надо голову отрезать хватит жрать на рабочем месте у нас захват 3000 все пропылесосил еще раз давай еще раз ой ой некрасиво так как получилось не 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 ребят ребят он мой а ну отошли мы еще даже с ним не поговорили по-человечески я же не знаю что-то изменилось или не изменилось я же не знаю умничка ничего не изменило значит все эй 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 ты что творишь а таптышич ты видел ты видел это вообще обосраться блин вломил прямо в зубинатор талиона нет я уже его да я уже нажал эту кнопку будем надеяться что у кшивого есть друзья потому что это очень сильно высока вероятность что в этом завоевании не будет ни одной отрубленной головы это вообще это тупо противоестественно а также я знаю что противоестественно большинству зрителей заглядывать в описание видео а потом спрашивать меня Саш а че за билд а какие перки есть ссылка на видео и с перками и с билдом все подробненько объясняю почему я юзаю конкретно то или иное шматье или те или иные перки есть это в описании есть за последний год нет ни единого видео где нет ссылок в описании на эти разборы я имею ввиду видео посреди земли разумеется только я подумал что давненько не потрошился допытывав как появляешься ты это судьба да это судьба это она злодейка не дает мне отрубленных голов ворочих ну че ты на него садишься ну че ты на него я бы пристрелил бы лежа не приходилось бы зверю напрягаться все таки он один давайте вы тогда к нам а то вот это я побегу там огонь у тебя так это неприятно можно вас попросить нахер пойти пожалуйста смотри несется и бам а в смысле тебя не берет это че так это вообще законно на минуточку что его не берет а из-за удара да из-за ударчика ну ладно хорошо все я еще не перепрыгнул через чью-то голову нет ладно опа да тут не получится таких кинематографичных приколов когда садник несется на полном ходу и тут кто там джон сноу храброе сердце я не знаю судья дредд нахер похер кто стреляет из пистолета отравленной стрелой из пистолета с глушителем разумеется и конь падает замертво к ногам а поговорим а не обожди ребят мне нужно поговорить с человечком дайте мне мне нужно набраться разговорных эй ну ладно давай поговорим а мы уже наговорились то есть в смысле нет я же я считаю нет может быть так ты будешь со мной говорить нет так ты будешь бить морды да подготовка легкая давай говори со мной я не понял что вступительная речь и все а так ну да естественно уберите здоровую дуру живы только не лечиться тут я понимаю что талион понаделал тебе аптечек но лечиться не надо я тоже умею играть грязно ты это знаешь вообще я попросил брать здоровую дуру или нет это уже третья ну надо совесть иметь а не талиона как же может обойтись без привета от магии мордора а не понял сломлен а че ты не это не разъярился почему-то че это ты живый что там с твоей головой а она как у тебя отсоединяется или нет я же не знаю выяснилось что есть орки у которых прям не отсоединяется да мне не понравилось а кому понравилось я же башка деревянная наверное вообще да я молотков хотя возьму ого и тут тебя понесло да я сейчас глефу заряжу обратно извини ну ты вынуждаешь ну ты вынуждаешь глефа ну я же как бы не специально но ты вынуждаешь а как я ему голову так отрублю в таких реалиях то гори но не насмерть да гори не насмерть давай еще гори но не насмерть тут же один удар да два опять наколол так нечестно мы должны были повеселиться а затем он должен был тебя пререзать и удержать свой форт да блин все пошло не по плану сука такая ты думаешь ты один проиграл зрелищность тоже тоже проиграла хотя а знаешь вот так если посмотреть это сука единственное завоевание без обезглавливаний тотально без обезглавливаний да в любом случае если тебе понравилось жми лайк дай мне понять что тебе понравилось и тем скорее будет продолжение именно дружественных арен а опять же таки если у тебя есть крепость модная четкая классная которой ты пыхтел старался или пыхтела и старалась пиши в комментарии твой ник русским русским языком английским языком неважно хотя тут конечно гемор поменять его в игре чтобы можно было вводить сука на требуемом языке ники но ладно это не беда в этом проблеме нет но помни что кросс платформы нету увы до консольных крепостей добраться не представляется возможным вот так вот большое спасибо за компанию и отдельный респект всем спонсорам канала за поддержку меня и дружественного респектующего завоевания на ютубе и на патреоне и бай бай Субтитры сделал DimaTorzok